Всем привет! В этом ролике я буду разбирать аномалию из SCP-1875. Видео с чтением этого объекта уже есть на этом канале, ссылка в описании. Когда я делал то видео про этот самый шахматный компьютер, в поиске интересных артов я наткнулся вот на эту фотографию, и в мою голову закралась мысль, неужто такой гротескный ужастик как SCP-1875 может быть основан на чем-то реальном? И оказалось, что может. Жил-был такой человек, Вольфган фон Кемпелин. Он изучал философию и право, а в свободное время интересовался физикой и математикой. Работал он обычным чиновником в Габсбургской империи, и ничем бы не был известен, и не было бы про него этого видео на этом канале, если бы не любил он придумывать довольно-таки странные штуки. Одним из его изобретений, например, была говорящая машина. Забавно, что когда Александр Белл пытался улучшить говорящую машину Вольфганга, он аж придумал телефон, но сама она выглядела как-то так, и на телефон похожа не была. Суть её в том, что она имитирует внутри строения человеческой глотки. Если засунуть в неё руки, то можно, зажимая разные дырки, как бы играть на ней, отчего получаются звуки очень похожие на речь. Даже странно, что эта херня не получила распространения. Было бы забавно, если бы по улицам ходили люди и играли на таких. Но по-настоящему прославился изобретатель другим устройством. Шахматной машиной, с которой проиграл даже Наполеон. В смысле, в шахматы с ней играл и проиграл. А началось всё так. Однажды Вольфганг попал на выставку научных чудес, где встретил императрицу Марию Терезу, которая попросила молодого чиновника объяснить ей, как работают все эти удивительные устройства вокруг. В ходе этого разговора он ответил, что скоро он сможет удивить императрицу гораздо больше, чем все эти поделки. Полгода он путешествовал и что-то попутно мастерил, и в итоге выдал вот эту штуку. Она представляла собой небольшой столик, за которым сидела механическая кукла, одетая в турецкий костюм, от чего получила прозвище собственный механический турок или просто турок. По свидетельствам очевидцев, фон Кемпелен сначала показывал публике внутренности машины, открывая дверцы и освещая машину свечами, а затем приглашал одного из зрителей поиграть с турком. Когда игра начиналась, кукла сначала вращала головой, как бы осматривая доску, а потом рукой делала ход, как настоящий человек. Машина играла так хорошо, что лишь немногим удавалось обыграть шахматного гения турка. Тут сразу кажется уже достаточно нереальным даже само это действие механической рукой. Неужто в 18 веке существовали такие точные механизмы? Оказывается, существовали. Например, вот этот механический лебедь мог исполнять достаточно сложный танец своей шеи. В интернете, кстати, пишут, что он до сих пор работает, спустя почти 250 лет, после изготовления и выставляется в музее Боус в Англии, где его иногда заводят для показа посетителям. Английское качество. Само устройство представляет собой огромный часовой механизм, спрятанный в столе под лебедем, который управляет танцем фигуры. Мастера, занимавшиеся изготовлением подобных вещей, нередко делали и механические фигуры людей, одним из которых был и наш турок. Часовая церковь из церкви разбитого бога из вселенной SCP должно быть вдохновлена именно этим. Да, еще они утку сделали, которая крякала, как живая и даже могла клевать зерно. И позже даже им какать, для чего у нее оборудован целый пищеварительный тракт. Ладно, с механической рукой вроде бы все понятно. Ничего аномального, просто очень сложный и точный механизм. В Англии 18 века подобное делали. Объект безопасно содержится в музее. Но что насчет самой игры в шахматы? Ведь для этого нужен целый компьютер. А самое первое устройство в мире, которое вообще можно было бы назвать компьютером, было построено в 1822 году. Это была лондонская разностная машина. Это было огромное нагромождение шестерней, которое было нельзя спрятать в небольшом столе. А ведь турок играл очень хорошо, что подтверждается заметкой The Life and Times of the Famous 18th Century Chess Plane Machine. Кстати, именно эта статья упоминается в самом SCP-1875. Так что глянем, что в ней такого написано. Кэмплин затем открывал дверцу и светил свечой за ней. Это убеждало публику, что внутри ничего не припрятано. Закрыв левую дверь, он открывает две другие дверцы, показывая железные колеса, цилиндры и штуки, похожие на квадранты. Затем он заводил механизм ключом, и турок был готов играть в шахматы. Турок двигал фигуры левой рукой в перчатки и кивал головой три раза, когда ставил оппоненту шаг. Если оппонент делал ход не по правилам, турок мотал головой и ставил фигуру оппонента обратно. Затем делал собственный ход. Кэмплин не трогал турка и просто стоял рядом, иногда вглядываясь в загадочный деревянный ящик. Турок путешествовал по всей Англии следующие 15 лет, побеждая большое количество игроков, и лишь иногда проигрывая, пока он не был отправлен пылиться на складе Кэмплина в 1785 году. То есть эта деревянная херня с шестернями не только двигала фигуры, но и могла понять игровую ситуацию на доске, распознать обман и даже выиграть у лучших шахматистов. И это какой-то бред, честно говоря, учитывая, что первый компьютер, способный вообще обыграть среднего человека-шахматиста, появился только в 1997 году. А тут говорится не только о том, что турок вообще играл в шахматы, но и о том, что он мог распознать обман. И вот 15 лет эту штуку катали по Англии, и никто не замечал никакого подвоха. Может и правда мы имеем дело с аномалией. В деревянного турка вселился призрак, или может в машинке. И правда, как в том SCP, были спрятаны мозги маленьких девочек. Во время демонстрации автомата, многие выказывали идею, что в нем где-то спрятан человек. Но Кэмплин открывал внутренности устройства и показывал, что там никого нет. Многие зрители, увидев это, начинали креститься и убегали, разнося новости о проклятой шахматной машине. Хотя, я как-то вот заметил, что везде, где описывается процесс демонстрации внутренностей машины, дверцы открываются только поочередно. И очень маленький человек, или может быть ребенок, мог бы там бегать туда-сюда и успевать прятаться. Но дальше круче. Был такой мужик, Мецель Иоганн, не помог. Любил всякие механические штуки. Тусовался с Бетховеном. Собрал механический орган, который даже мог играть несколько военных маршей. Но все это слава ему не принесло. В поисках дешевой популярности он даже собрал в 1813 году макет «Горящие Москвы», в который встроил механическое пианино, которое играло написанное Бетховеном симфонию под названием «Битва при Витторе», когда макет города горел. Причем в момент, когда макет города разгорался, во время представления с потолка спускались канатные куклы-марионетки, которые как бы плясали над «Горящим городом». Для тех, кто прогуливал уроки истории, это отсылка к тому факту, что Москва была сожжена перед входом в нее войск Наполеона. Но хайпанул он, так сказать, не на этом, а на том, что в 1805 году купил механического турка, усовершенствовал его механизм и устроил самый крутой в своей жизни перформанс – игру, собственно, самого Наполеона с этим страшилищем. Эту игру Наполеон проиграл, причем он пытался трижды обмануть машину, делая неправильные ходы и всячески загораживая ей обзор. После этого события Мецель даже устраивал показ турка в Париже на фоне его макета «Горящие Москвы» под музыку Бетховена. Шоу, наверное, было то еще. Однако после поражения французов в войне, с таким горе-шоу шоумену пришлось ехать в Америку, где он продолжил показывать турка сначала в Нью-Йорке, а позже в Бостоне. И только там нашелся человек, серьезно вознамерившийся разоблачить все это. Этим человеком был писатель Эдгар Аллен По. Он пришел посмотреть на шоу Мецеля. Вначале долго восторгался канатными куклами над «Горящим городом», которые по его описанию двигались как живые. А потом обратил внимание на турка и написал большую статью со своими предположениями о том, как эта фигня вообще работает. Статья называется «Шахматный аппарат доктора Мецеля». Но она не только не разоблачила деревянного шахматного гения, но и заложила некоторые основы научной фантастики и до сих пор считается одним из первых фантастических произведений в этом жанре. Настолько Эдгар По зафантазировался, пытаясь представить, как оно вообще работает. Позже Мецель поехал показывать турка на кубу, где и умер. После турок множество раз переходил из рук в руки, выставлялся как экспонат в музеях, и в итоге сгорел в пожаре в Филадельфии. Уцелела только шахматная доска и фигуры. И это, кстати, подозрительно похоже на повествование SCP-1875. После рассказа Эдгара По многие пытались по-своему объяснить работу турка. Кто-то писал о скрытой системе трубочек и веревок, которыми управлялась кукла. Кто-то о том, что внутри сидит человек с ампутированными ногами. И, конечно же, есть теория о том, что в самой фигуре турка заключен маленький ребенок, который даже не может оттуда выбраться. Одна история офигительнее другой, короче. Вообще, история о страшной кукле, играющей в шахматы, стала популярной страшилкой того времени, настоящей городской легендой, которой вдохновлялись многие писатели. Одним из таких вдохновленных был Жан Эжен Роберт Уден. Французский фокусник, нередко прикидывавшийся настоящим магом. Ну, а может и не прикидывавшийся, кто его знает. Но главное, именно он придумал такую фишку, как выходить на сцену в шляпе и фраке и творить всякую дичь, удивляя публику сверхъестественным шоу. Многие пользуются этим форматом до сих пор, между прочим. Он написал книгу, которая считается одной из наиболее популярных версий того, как турок был устроен. По этой версии Кэмплин в 1790 году посетил Россию, где встретился с неким доктором Асловом. Аслов прятал у себя молодого польского солдата, которому на войне оторвало нижнюю часть тела. Но он каким-то чудом выжил. Аслов, понимая, какая судьба ждёт раненого человека, если он попадёт в руки царской власти, скрывает его у себя дома и в свободное время играет с ним в шахматы. Кэмплин строит турка, чтобы спрятать в нём этого поляка и вывезти из России. А после этого, вместо того, чтобы отпустить человека, достраивает шахматную машину, в которой этот поляк может через систему зеркал и свечей видеть доску с фигурами и управлять рукой. По этому сюжету в 1927 году был снят немой фильм «The Chess Player». Итак, как мы видим, у реального механического устройства турка довольно-таки много общего с SCP-1875. Более того, реальность иногда бывает даже интереснее и загадочнее вымышленной истории. Напишите в комментариях разборы, каких ещё SCP вы бы хотели увидеть. Или просто напишите, что в целом думаете про такой формат. Если вам заходят подобные разборы, я могу сделать их немало. Ведь многие объекты SCP основаны на реальных вещах. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok